Привет, друзья! С вами Сымбат Алиханян, ваш любимый юрист. Сегодня я вам расскажу про программу реновации, про то, каким образом улучшить свои жилищные условия, про процесс получения новой квартиры и про то, каким образом увеличить площадь своей квартиры. Поехали! Итак, реновация. Что же это такое? Это комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Москвы и на улучшение городской инфраструктуры. Реновация предполагает снос старого жилого фонда и строительство нового жилого фонда. В основном под реновацию попадают дома, которые были построены в 50-е и 60-е годы прошлого века. И эти дома не очень соответствуют современным требованиям. И они были построены в период Советского Союза. Это так называемые хрущевские дома, которые сейчас решили снести. Я думаю, что эта программа в скором времени распространится на всю страну. Поэтому мы должны рассказать, как действует сейчас программа в Москве и как она, скорее всего, будет действовать по всей стране, если получит такое распространение. Программа реновации является прозрачной. Есть сайт фонда реновации, на котором публикуется вся информация о реновации. На этом сайте опубликована вся информация обо всех домах, которые включены в эту программу, о сроках реновации и о том, в какие дома будут переселяться жители старого фонда. Поэтому, если вы хотите проверить информацию о том, попадает ваш дом в эту программу, либо нет, вы можете зайти на этот сайт, указать свой адрес и узнать, попадаете ли вы под реновацию. Итак, теперь я вам расскажу о процессе получения нового жилья, в том случае, если ваш дом попал все-таки в программу реновации. Если ваш дом попадает под программу, что произойдет? Вы получите письмо. Письмо от правительства города Москвы, в котором вас уведомят о том, что ваш дом будет снесен и вам предлагается переселиться в другой дом. В этом письме будут указаны сроки переселения и место, куда вам предлагают переселиться. И в данном случае вы должны рассмотреть это письмо и сообщить государству о том, хотите ли вы переселяться, устраивают ли вас условия, которые вам предложили, либо нет. После того, как вы изучили это письмо, вы приходите в орган вас пригласивший и сообщаете о своем согласии, либо не согласии с переселением. Естественно, как показывает практика, то, что происходило до сегодняшнего дня, реновация все-таки это улучшение жилищных условий, и большинство домов переселяют в их же районы, в жилые дома, которые намного лучше и современнее. Так вот, если вас все устраивает, вы сообщаете государству о том, что вы согласны с переселением и с теми условиями, которые вам предложили. Когда вы согласны, вы пишете заявление о согласии на переселение, прилагаете все необходимые документы. Эти документы не какие-то особенные, они у вас всегда есть в наличии. Это документы, подтверждающие ваши права на ту жилую площадь, с которой вы выселяетесь. Это документы, подтверждающие, что вы там живете. Документы о рождении детей, свидетельство о браке и тому подобное. Все эти документы у каждого человека есть. Нет необходимости сбора каких-то дополнительных справок и других документов, которых у человека нет. После того, как вы согласились, ваши согласия обязаны рассмотреть и в кратчайшие сроки передать вам квартиру вместе с ключами. Квартиру вместе с ключами вам передают и вы можете уже оформить право собственности на объект недвижимости. Право собственности тоже оформляется в особом ускоренном порядке, который предполагает обращение в МФЦ и оформление за короткий срок право собственности на квартиру, которая перешла по реинновации. В случае, если вы не согласны с объектом недвижимости, который вам предложили, вы отказываетесь и государство обязано вам предложить взамен другой объект недвижимости. Хочу отметить, что программа реновации продлится до 32 года и будет проходить в три волны. Поэтому, если вы хотите узнать, когда именно ваш дом будет снесен и вы будете переселены, вы можете зайти на сайт фонда реновации, проверить там, там опубликована вся информация об этом. Также данной программой предусмотрена возможность увеличения существующей жилой площади. Если программа предполагает выделение вам, к примеру, 50 квадратных метров, вы можете всегда попросить увеличение жилой площади. И увеличение произойдет на платной основе, но это будет дешевле, чем если вы купите квартиру где-то в другом месте. Каким образом это происходит? Рассчитывается количество квадратных метров, которое вам положено по закону. Это количество квадратных метров, которое вам принадлежало ранее. И та площадь, которую вы хотите получить дополнительно. Вот за ту площадь, которую вы хотите получить дополнительно, вам придется доплатить по стоимости квадратного метра, которая определена для этих домов. И хочу отметить, как показывает практика прошлых переселений и той реновации, которая произошла уже в Москве, стоимость квадратного метра зачастую намного меньше, чем в общем по рынку недвижимости. Поэтому, если ваш дом попал в эту программу, и вы хотите увеличить свою жилую площадь, это реальная возможность ее увеличить. Конечно же, существуют ограничения. Ограничения связаны с количеством метров, которые есть в новом доме. Так как вы не можете попросить выделить вам квартиру в другом районе или в другом доме. Вы можете попросить увеличить площадь, которая вам передается, но в том же доме, в котором запланировано выделение вам жилья. И если такая возможность физически существует, то вам обязаны предоставить такое право. Все очень просто и понятно. Важным моментом является то, что вам не нужны посредники для того, чтобы получить квартиру по программе реновации. Вы можете самостоятельно писать все заявления, вы можете самостоятельно получить любую информацию от департамента имущества и не обращаться к каким-то посредникам. Я знаю, что сегодня на рынке существует множество предложений мошенников, которые предлагают написать какие-то заявления, улучшить жилищные условия и повлиять на реновацию. Это невозможно. Есть закон, который на стороне граждан и вся информация прозрачная и доступна. Это все, что я вам хотел рассказать на эту тему. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на мой канал. Если у вас есть какие-то вопросы на правовые темы, обращайтесь ко мне, я всегда буду рад вам ответить. С вами был Самбат Алиханян. Всем пока.